Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами поговорим об оперной реформе австрийского композитора Вольфенка Маде Моцарта, который принадлежал к Венской классической школе и который является композитором с мировым именем. Вольфенка Маде Моцарт отмечал, что работа – это мое первое наслаждение. Опера, как никакой другой жанр, интересовала Моцарта. Известны его слова, «Я завидую всем, кто пишет оперы. Я готов плакать, когда слышу оперную арию. Желание писать оперы – моя идея фикс». Жанр оперы занимает центральное место в творчестве Моцарта. Вольфенка Маде Моцарт писал оперы на протяжении почти всей творческой жизни. К первым операм относятся оперы «Аполлон и гиацинт», которую он написал в возрасте 11-12 лет. Это опера Буфа «Мнимая простушка». Это зингшпиль «Бастиен и бастиена». В возрасте 14 лет Вольфенка Маде Моцарт написал первую оперу серия «Митридат царь понтийский». Последняя опера «Волшебная флейта» написана в год смерти. Самыми знаменитыми из всех написанных Моцартом опер являются «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Свадьба Фигара». Моцарт писал оперы различных типов и жанров. Зингшпили – это, например, оперы «Похищение и стираля», «Волшебная флейта». Это оперы Буфа, например, «Свадьба Фигара». Так поступают все. Это оперы серия и доминей, милосердие Тита. Опера «Дон Жуан», написанная на итальянский текст, органически сочетающая важнейшие черты трагедийного и комедийного музыкального театра и являющиеся психологической музыкальной драмой, не относится ни к одному из этих типов. Однако при этом любой из жанров Моцарт обновляет и обогащает путем привнесения элементов иного жанра. Примером является ария графини из оперы «Свадьба Фигара». Сама опера по основным жанровым признакам – опера Буфа. Но образ графини из этой оперы не может быть сведен к типу буфонных. Ее первая ария «Бог любви» заключает черты ламента, свойственные лирическим ариям оперы серия. Например, в партии Констанции из Зингшпиля «Похищение Сираля», в обеих ариях «Царицы ночи» и «Зингшпиля волшебная флейта» также имеется много черт, характерных для оперы серия. Зингшпиля «Похищение Сираля» Зингшпиля «Похищение Сираля» Зингшпиля «Похищение Сираля» Зингшпиля «Похищение Сираля» Если опера-серия деградировала в XVIII веке, то некоторые ее элементы получили новую жизнь, влившись в иные оперные жанры, что как раз характерно для музыкальной драматургии Моцарта. Следовательно, можно утверждать, что Моцарт создал иной тип драматургии. Так известнейшая опера «Свадьба Фигера» перерастает в реалистическую комедию характеров. Опера «Дон Жуан» — это веселая драма. Волшебная флейта — это опера-сказка, новый тип оперы, нравственно-философского содержания на сказочно-фантастической основе. В оперном творчестве Вольфенка Маде и Моцарта как бы подытожены основные пути развития музыкально-драматического искусства того времени во всех его жанровых разновидностях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наряду с Кристофом Вилебальд-Глюком Моцарт является величайшим реформатором оперного искусства XVIII столетия. Идя другими путями, чем Глюк, Моцарт, как и он, добился слияния в неразрывном единстве музыки и драматического действия, соподчинения друг другу всех элементов оперного спектакля. В отличие от Глюка, Моцарт никогда не декларировал, но осуществил новый реформаторский взгляд на оперу. Если Глюк боролся за то, чтобы исключить все устаревшее из оперы серия, то Моцарт стремился внести в нее все недостающее из оперы Буфа. Он придал оперной форме изящество и человечность, подчеркнул вспышки остроумия и веселья. Моцарт, как и Глюк, считается оперным реформатором XVIII века. Основные оперные принципы Вольфа и Камодея Моцарта следующие. Первое. Музыка – основа оперы. Если Глюк стремился подчинить музыку драматическому действию, то для Моцарта, наоборот, музыка являлась основой оперы. В одном из писем к отцу Моцарт писал, что в опере поэзия обязана быть послушной дочерью музыки. Тем не менее, он признавал важное значение текстов опер. Моцарт великолепно разбирался в театральной культуре и с большой тщательностью работал над либретто своих опер. Второй принцип. Единство музыки и сценического действия. Считая музыку основой оперы, Моцарт одновременно придавал большое значение драматическому содержанию оперы. В его зрелых операх музыка всегда находится в полном единстве с развертыванием сценического действия. Следующий принцип. Текст либретто должен быть лаконичным, не затягивающим действия, соответствующим законам музыкальной драматургии. Моцарт считал, что оперное либретто – это не самостоятельное драматическое произведение. Он добивался полного соответствия его со специфическими задачами музыкальной драматургии при безраздельном господстве музыкального начала. Четвертый принцип. Обогащение оперного жанра элементами других оперных жанров и венского классицизма. Принципы венского классицизма получили в оперном творчестве Моцарта своеобразное преломление. Это сказывается в мелодическом стиле, в возросшей роли оркестра, в приемах развития, особенно в больших ансамблевых и финальных сценах. Вольфел Камаде и Моцарт также считал, что музыкальные характеристики участников ансамбля в зависимости от сценической ситуации индивидуализированы или объединены. Музыкальные характеристики действующих лиц в операх Моцарта сохраняют свое значение не только в сольных номерах или в дуэтах, но и в некоторых больших ансамблях. В финалах «Свадьба Фигара» и «Дон Жуана», «Сэкстете» и «Дон Жуана» и в некоторых других ансамблях каждый из участников имеет свою интонационную сферу. Создается одновременное сочетание разных музыкальных характеристик в пределах единой архитектонической стройной ансамблевой сцены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий принцип. Ансамбли являются узловыми, наиболее напряженными сценами оперы. Далее Вольфинг Маде Мудр считал, что следование номеров оперы обусловлено ходом драматического действия, а не застывшей схемой. Законченность отдельных номеров сочетается со сквозным развитием оперной сцены. Если излюбленная сфера Глюка – это высокая трагедия, античные сюжеты, его герои совершают героические поступки и подвиги, далекие от повседневной действительности, то сфера Моцарта – это комедия и драма. А моцарские герои подобны реальным живым людям с их достоинствами и недостатками. Все они очень разные и по-разному ведут себя в сходных ситуациях. Умение подчеркнуть индивидуальность оперного персонажа – одно из самых главных достижений Моцарта как оперного драматурга. Традиционные оперные жанры в творчестве Моцарта совершенно преобразились, хотя в отличие от Глюка у него не было специальной цели реформировать оперу. Так, например, назвав свою оперу «Свадьба Фигара» оперой Буффа, композитор по-новому трактует этот жанр и на его основе создает первую комедию характеров. Здесь у каждого героя свой музыкальный язык, свой круг интонаций, сохраняемый не только в ариях, но и в ансамблевых номерах. Именно характер того или иного персонажа определяет круг выразительных средств для его обрисовки. В творчестве композитора ярко жанровый синтез проявился в его поздних операх, больше всего в опере «Дон Жуан». Как отмечалось в начале, Моцарт называл «Дон Жуана» веселой драмой. Почему веселая? Буффонные черты в этой опере действительно присутствуют. Это двухактная композиция с большими финалами в конце каждого действия. Это чередование музыкальных номеров с речитативами секко. Это преобладание низких мужских голосов. Это жанровый характер многих арий. Это явный акцент на буффонаде в партии Лепарелла. Это сцены переодеваний и потасовок. Однако ни в одной комической опере никогда не было такого накала страстей, резких столкновений, смешного, балаганного и трагедийного, житейского и мистического, как в моцартовском «Дон Жуане». Сама противоречивость натуры главного героя, как и его трагическая смерть, никак не укладываются в комедийные рамки. По существу, Моцарт открыл в «Дон Жуане» совершенно новый оперный жанр – психологическую музыкальную драму, которая получила развитие в XIX веке. В последнем оперном сочинении Моцарта в «Волшебной флейте» осуществилась его мечта о создании национальной оперы на немецком языке. В отличие от большинства других опер-композитора, созданных на итальянской основе, она опирается на традиции зингшпиля. Это австро-немецкая разновидность комической оперы. Под покровом волшебной сказки, запутанным сюжетом, в «Волшебной флейте» раскрываются утопические идеи мудрости, добра и всеобщей справедливости, характерные для эпохи Просвещения. В своих зрелых операх Моцарт по-новому подходит к традиционным оперным номерам, в первую очередь ансамблям. Моцартовские ансамбли выражают не только развитие и смену чувств, но и движение событий. Они не останавливают ходы сюжета, а напротив продвигают его вперед. Наиболее событийными являются финальные ансамбли, насыщенные неожиданными сюжетными поворотами. Кроме того, каждый моцартовский ансамбль – это групповой портрет, где каждое действующее лицо сохраняет свою индивидуальность. В результате ансамбли насыщаются эмоциональной полифонией, то есть одновременным сочетанием различных эмоций, порой резко контрастных. Примером может служить финал Донжуана, где происходит развязка драмы. Нет таких жанров, в которых не писал бы Моцарт. При этом во всех жанрах он создал истинные шедевры. В этом одно из проявлений моцартовского универсального мышления. Преодолевая традиции аристократической культуры, но сохраняя жизненные элементы галантного стиля, переосмысливая и подчиняя их более глубокой эстетической концепции, Моцарт утверждал новый прогрессивный путь развития музыки. Индивидуализация образов, наполненность экспрессией, стремительность развития, насыщение драматизмом – все это обогатило мелодические, гармонические, полифонические средства, усилило внутреннюю динамику и контрастность композиционных форм, обусловило новые принципы использования инструментов и голосов в оркестре и вокальном ансамбле.